приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами про дневники разработки танков 11 уровня вначале скажу тем кто мучается на ю тубе у кого плохо грузится или вообще там не грузится это видео можно посмотреть в группе вконтакте в к видео ссылка есть в описании также там есть какие-то гайды от школьников типа копируешь ссылку видоса или нажимаешь поделиться и скопировать ссылку вставляешь в дискорд и смотришь видос там в дискорде у меня к сожалению в дискорде не тоже не грузится не знаю для кого эти аиды работают но пусть будет у меня же на ю тубе видосы не грузится вообще неплохое такое замедление то ли на 40 процентов то ли на 70 в итоге это стопроцентное замедление поскольку загрузка не идет вообще никак ну ладно возвращаемся к танкам 11 уровня разработчики выпустили прям целый видосик где немного приоткрыли завесу тайны рассказали подробности но я это все посмотрел у меня вопросов возникло больше кому-то бы легче не стало ну давайте поговорим о том что известно и так во первых прокачка танков 11 уровня будет через сброс прокаченной ветки за сброс ветки будут давать специальные очки ну во первых у многих танкистов возникают вопросы как вообще этот процесс будет вообще происходить будут забирать танки которые ветки ты позже купил себе или нет ну мне так кажется что сброс ветки это просто танки которые ты качал сбросится опыт сбросится прокачка по идее танки вряд ли должны забирать а если у вас вся ветка куплена ты сбросил и танки просто стоят но между ними они не прокачены между собой на них нет опыта короче непонятно то есть если ветки уже прокачаны ты просто нажимаешь кнопку сбросить ветку танки остаются в ангаре но ты за это получил очки и эти очки можешь потратить на получение танка 11 уровня а зачем тогда заново все это качать если нужны танки уже стоят в ангаре короче тут надо еще отдельно несколько видосов сделать о том чтобы разъяснить как вообще-то сброс будет происходить или в комментариях напишите как там в кораблях сбрасывает ветки вообще на самом деле сброс ветки это неплохая затея для того чтобы поднять онлайн на низких уровнях поскольку там вообще не с кем играть в целом задумка неплохая но вот что плохо обычно в ветках очень много плохих танков и далеко не каждую ветку захочется сбрасывать чтобы заново качать это первое второе у многих наверное прокачаны в основном советские танки или начинают они с советских а там одни из самых плохих веток там вдоль веток большая часть танков одни из самых слабых на уровне и многие танкисты столкнуться с тем что их танчики вообще не играбельные ветки будут если они начнут советские прокачивать там же одни из самых слабейших танков вообще в игре да там на десятках или на каких-нибудь там девятках иногда встречаются хорошие танки но вот вдоль ветки там почти в основном самые самые слабые танки и либо их нужно апнуть до выхода 11 левела либо я не знаю многие танкисты обалдеют с того какие советские танчики слабые но еще одно от себя хочу добавить это про экипаж я надеюсь экипаж не будет забывать танки вдоль ветки которые этот экипаж выкачал эту ветку если ее сбросить и опять экипаж все забудет опять его переобучать опять там перки не будут соответствовать на разных танках на одном танке больше членов экипажа на другом меньше где-то перки больше на одном члене экипажа где-то на другом если один из членов экипажа там у него несколько специальностей потом на другом танки они меняются короче там на самом деле с экипажами и перками бед очень много я думаю что танкисты намучиваются с этим делом поскольку почему то есть подозрение что разработчики просто забьют и экипаж там сам как хотите так и разбирайтесь со своими экипажами мне почему-то кажется что так и будет а это очень мучительно будет также следующая бобс бронебой на оперенный подкалиберный снаряд это новый снаряд в 11 уровня будет иметь уникальную механику снаряда изменение урона от расстояния пройденного внутри там то есть если ты пробиваешь соперника этим боксом допустим в нлд таким образом что снарядом до самой задницы долетел внутри танка то ты нанесешь больше урона если ты пробил в лючок он маленький короткий то ты видимо нанесешь меньше урона то же самое если ты пробьешь танчик сбоку то урона будет меньше поскольку поперек танки уже чем вдоль чем меня еще удивило то что разработчик в видео говорит вот вы будете играть и думать как так пробить чтобы внутри снаряд пролетел как можно дальше выбирать плоскости так или так дружище ты в игру хоть играл в свою у тебя там игра сама выбирает под какой куда плоскостью пробить или в землю или еще куда мы будем выбирать иногда так бывает что ты стреляешь в нлд пробиваешь в лючок стреляешь в лючок попадаешь в космос мы там будем выбирать ну ты конечно смешной тебе бы стендапы вести было бы неплохо мы будем выбирать плоскости а решать будет все равно игра во первых неизвестно какие параметры у этой механики насколько там будет меняться урон чуть-чуть или сильно но разработчик там рассказывать что ему нравится на тестах то вообще обалдеть но я знаю эти тесты мы видим какие танки выходят после ваших супер теста общих тестов то что в них не баланса ничего особо даже не проглядываются а некоторые вещи которые добавляются такое ощущение что даже не смотрели что они добавляют вот из последнего допустим гидропневмоподвеска которая просто ее зачем-то поменяли и у птшек теперь на рельефе прицел скачет я даже не помню это поправили или нет что-то про эту проблему говорили а то что ее поправили я не заметил вообще такое ощущение что до сих пор там что ли прицел прыгает надо зайти проверить итак следующее что известно про 11 уровень в планах есть средние танки и пт сау 11 уровня для начала взяли тяжелые танки поскольку это основные танки в игре оказывается а чё ж так их душит голдой и артой что очень часто в бою особенно на десятках тяжей вообще фиг найдешь основные танки которых все меньше и меньше скоро арт в бою будет больше конечно иногда случаются выбросы по полкоманды тяжей но это какие-то аномалии арты и легких танков 11 уровня не планируется ну и слава богу также в 11 уровня будет своя какая-то полевая модернизация и появится увеличение уровня владения машина и экипажем оборудование для танков 11 уровня будет такое же как и для десяток там обычное оборудование короче ничего специального там не будет также для танков 11 уровня будет специальный расширенный лимит фарма бон в неделю и очков боевого пропуска баланс будет плюс минус 2 уровня также как и везде в принципе это основные моменты которые известны про 11 уровень то что разработчики там рассказали в целом звучит неплохо со всеми вещами которые сказаны я согласен но мы же не знаем а как они сделаны эти же все вещи можно сделать и плохо и хорошо можно сделать так что ты ветку сбросил и тебе комфортно заново и укачать с экипажем который вдоль всей сброшенной ветки нормально пересаживаться и не трахает тебе мозги можно ветки сделать с балансированными а не то что он в советских ветках там почти все танки мусор но для этого нужно поработать еще сказано было то что там кажется 30 процентов игроков уже прокачали как минимум 10 веток и у них в ангаре как минимум 10 десяток у меня так в принципе вообще все прокачано и все десятки в ангаре стоит и даже не только прокачиваем а еще и коллекционные акционные за гк чё там только нет вот реально дальше контента какого-то нет я весь контент себе уже в ангар поставил он есть единственная проблема в том что десятки это очень помойный уровень там все на full галде бои быстрые стрельба очень сильно зависит от вбр а на full галде еще и сверху тебя поливает каждый бой 2 то и 3 объекта 261 и никакого баланса в арте нет и арта на мой взгляд не доработана поскольку у нее вспомогательный снаряд соглушением лучше всего и стабильнее всего дамажит остальные два снаряда крайне дерьмово наносят урон хотя они вроде как про урон и одна арта на десятом левеле имбовое остальное такое себе и вообще ее слишком много и слишком часто еще и одна и та же всегда и карты уже маловаты под такие скорости и проблем огромное количество старых которые еще не решены это что я вижу всегда что в что улез ты они всегда не доделывают старые не исправляют старое но всегда что-то спешат добавить новое и так всегда было уже вот 11 лет я в танчиках так было всегда постоянно ничего не доделывают постоянно идет какой-то процесс создания самим себе работы но что-то новое всегда добавляют да что-то новое это хорошо это движение это контент может благодаря этому кто-то еще там до сих пор играет но благодаря тому что не доделывается старое, а некоторые супер токсичные, раздражающие вещи всегда в игре есть каждый бой, многие люди ушли и возвращаться не хотят. Это очевидно. А то, что низкие уровни просто мертвые, и разработчики не хотят ими заниматься, но это очень странно, поскольку эти низкие уровни это парадная дверь, новички с них начинают. Вот они пришли в игру, а там низкие уровни, но они полумертвы. Там вообще играть почти невозможно. Там, во-первых, людей попросту почти нет. Часто бои там 7 на 7, 10 на 10, так и в принципе геймплей там странный. Такое ощущение, что игре больше 10 лет, а работать еще и работать, как будто бы не особо-то и начинали. Но вот что-нибудь новое и большое добавить в игру всегда пожалуйста. Смотрится это немного странно. Такое ощущение, что кто-то думает, что все в игре везде идеально. Ну ладно. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик, и радик красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.